Сегодня мы вспомним о культуристе, чей пример покажет нам, какова цена вечной памяти в этом спорте. Когда даже спустя десятилетия не нашлось того, кто мог бы подвинуть формой и количеством первых мест. Рони Колман – это тот из немногих людей, после смерти которого будут помнить не один десяток лет. Большое наследие. Прошло много времени, но его легендарные мотивации и видео до сих набирают просмотры. Но вот что сейчас творится с легендой, смотреть тяжело. Видео, которое перед вами, снято втихую. Сам Рони потом скажет, что он категорически против, чтобы его выставляли в таком свете. Мы с вами привыкли видеть, когда он уже сидит или стоит на фото или видео. Мало кто понимает, какие тяготы жизни для Рони представляет обычное перемещение. Он настоящий инвалид, страдающий от боли в спине, которая пережила больше десятка операций. Подробнее о состоянии Рони и его перспективах в этом видео. Обязательно прожми лайк и мы начинаем. Мой проект по заработку в интернете продолжает исправно работать каждый день на протяжении 6 лет. Кто знает, может быть уже в следующем ролике именно ты захочешь поделиться подобными результатами в моем материале. Любого клиента лично я веду от 0 до 100% конечного результата. Самое важное, что мне нет каких-то менеджеров первичной обработки какой-либо еще команды, которая общается с клиентом. Поэтому всю работу в этом плане выполняю исключительно я. Но из-за того, что людей там стало очень много, а я один доступ закроется через неделю навсегда. А нанимать кого-то в убыток качества мне не очень бы хотелось. Репутация все-таки важнее. Все ссылки на мой проект по заработку в интернете находятся в первом закрепленном комментарии под видеороликом. Вступай прямо сейчас и начинай двигаться вместе со мной как гарантированным результатом. При рождении Ронни был настолько большой, что крупная бедрами мать едва не умерла прямо на операционном столе в далеком 1964 году. Его феноменальная генетика проявилась уже к 12 годам. Парень имел рост 180 см и вес 80 кг, при этом не зная, что такое бодибилдинг. Несмотря на генетику, уже тогда атлеты активно любили лгать о своих натуральных результатах. Например, здесь, на видео 1990 года, изображен зал чемпиона и на табличке над входом информируется, что занимается тут чемпион мира, достигший результатов без стероидов. К тому моменту Роне уже было 27 лет. Смотря на такую форму, поверить в натуральность даже с учетом генетики невозможно. Было проведено генетическое тестирование ДНК Колмана. Исследования показали, что у него отсутствует миостатиновая блокировка гена, ингибирующего мышечный рост. Именно эта генетическая особенность, помноженная на тяжелый труд, режим и одержимость, позволила Роне набрать фантастическую мускулатуру. В последующие годы Роне планомерно рос и дошел до своих первых олимпий, начав в 1996 году с шестого места. Однако в наши дни он откровенно смеялся в интервью, когда ему озвучили, что многие бодибилдеры пропагандируют спортивное питание как главный ключ к успеху. Он заявил, что именно стероиды помогают набрать большую форму. Колман начал заниматься бодибилдингом, когда ему было 24 года. И первые шесть лет своей карьеры, по его словам, он был полностью натуральным. Именно один из соперников Колмана познакомил его с метаном. Этим атлетом был Флекс Уиллер. Цитирую. Он научил меня всему, что я знаю. Помимо этого нужна генетика. Никто не сможет добиться такого успеха, если нет к этому дара. На вопрос, почему управление по борьбе с наркотиками преследует стероидных барыг, а не торговцев метамфетамином, Колман ответил, что некоторые подростки совершают самоубийство после того, как сели на курс. Потому что депрессия – один из популярных побочных эффектов в фармакологии. В итоге, на закате 20 века с 1998 и до 2005 года он удерживал титул Мистера Олимпия. В его послужном списке множество турниров и побед. Однако в 2002-м Ронни чуть было не растерял всё. В этом году на промежуточном турнире он уступил первое место высоченному и огромному Гюнтеру Шлиеркамп. В этот момент Ронни понял, что судьи смотрели больше не на качество, а на массу. И тут понеслось. Ближайший год был самым тяжелым для организма Колмана, ведь за последующий год он набрал 15 килограммов мышечной массы. После чего на сцене он стал недосягаем. Когда его спрашивали, что лучше позволяло ему наращивать массу, он ответил так. «Я глубоко убежден, что для роста общей массы нет ничего лучше трех классических лифтинговых движений – приседаний, жимов лёжа и становых тяг, с весами близкими к предельному». Кстати, его форма на Олимпии в 2002 году была совсем плохой по его меркам. Связано это было с тем, что атлет боялся, что не доведется, и сушиться начал за 16 недель до выхода, вместо обычных 12. По итогу он пересушился и победил не очень убедительно. Тот же Гюнтер был тогда огромен рядом с ним. Но суть в другом. Перед вами то самое видео из зала с его формы за 4 недели до выхода. Насколько за 4 недели он уже был буквально ободранный? И это в районе 125 килограммов. В теории, это могла быть его лучшая форма за всю карьеру, причём зафиксированная на довольно-таки качественную съёмку. Но в деле мы её так и не увидели. Ролик, который вы сейчас смотрите, это вырезки из 5-часового материала, где ряд атлетов показали свою подготовку перед Олимпией 2002 года. Даже самые небольшие бодибилдеры выглядели очень впечатляюще. Вспоминая Олимпии последних лет, после филохита, я думаю, вы понимаете, почему старички-фанаты очень негодуют, видя текущее положение дел на сцене, особенно учитывая наличие большого количества синтола и отсутствие такого качества и объёма, которое было когда-то давно. А вот ещё одно видео. Это знаменитая пресс-конференция перед Олимпией 2004 года. Именно те годы приходились на пик Рони по массе. Сейчас конференции перед Олимпией невероятно скучны и унылы. Рони был настоящей звездой, который посещал различные шоу, и его форма тогда приводила людей в настоящий шок. Вам по-любому захочется посмотреть полное видео тех фрагментов, которые я нашёл в сети, поэтому ссылки на материалы я оставлю в описании к видеоролику. В итоге при росте 180 см Рони в межсезонье достигал веса в 150 килограммов. На сцене был в районе 130 и выше, рука 61 см, бедро 91 см, а из силовых показателей самое легендарное стоит выделить зафиксированный на видео жим ногами с весом в 1089 килограммов на 12 повторений. А теперь перейдём к проблемам со здоровьем у Рони. И для начала узнаем у самого атлета, что он считает самым смертоносным в этом деле. Ведь не только сейчас, но и в то время были частые смерти молодых атлетов. Основной причиной смертности в бодибилдинге Рони называет диуретики. Колман не понаслышке знает об опасности этих препаратов, и худшие последствия были в 2001 году. В этом сезоне он стал первым участником, выигравшим Арнольд Классик и Олимпию в одном и том же году. Несмотря на его успех, победа на Олимпии чуть было от него не ускользнула. Колман вспоминает, как проснулся утром перед турниром, чувствуя себя крайне обезвоженным и желая отправиться в больницу. Цитирую. Эй, чувак, я чувствую себя ужасно. Забудь об этом шоу, я еду в больницу. Я не собираюсь умирать ради этого спорта. Текущие проблемы Рони сложились не из-за препаратов и диуретиков, как у многих, а от огромных весов. Вы уже наверняка видели, в каком ужасном состоянии сейчас пребывает 59-летний атлет. В статусе инвалида он уже около десятка лет, а передвигаться он может лишь на коляске. Все эти огромные веса постепенно разрушали его суставы и позвоночник. Но он игнорировал сигналы организма, продолжая заниматься даже по сей день. Кратко, вот список операций и их последствия. В 2007 удалили маленький костный участок и часть межпозвонкового диска. В 2011 декомпрессия межпозвонкового диска. В этом же году операция по устранению смещения шейных позвонков. Но с годами все продолжало сыпаться. В 2014 году произошла поочередная замена правого и левого тазобедренных суставов. После операции, выйдя из больничной палаты, спортсмен приступил к тренировкам уже через неделю. Коулман не раз повторял, что даже если бы он знал, что придется лечь на операционный стол, он бы проводил свои тренировки еще тяжелее. В 2015 произошло удаление слияния позвонков. 2015 и 2016 год в целом стали для Рони большим испытанием. Но даже после операции на бедрах, он предложил Джею Катлеру посоревноваться на мистер Олимпии 2016 года. Кто же из них лучше? Скажете шутка? Нет. Только вот Джея не принял этого предложения всерьез. Наверное, из-за крайне ответственного отношения Джея сейчас цветет и пахнет. Тогда как Рони выглядел плачевно. У Джея 4 Олимпии, у Рони 8. Стоило ли ради 4 лишних статуэток так гробить себя? Напишите в комментариях. В 2017 произошла установка поддерживающих болтов в область поясничного отдела позвоночника. Но так как позвоночник Рони уже изрешетили шурупами и прочим, более ранними операциями, врачам пришлось проводить операцию на внутренней части позвоночника. Для этого пришлось вынуть множество органов из брюшной полости. Человека буквально разобрали и собрали заново. Это вмешательство стало настолько болезненным, что, по словам самого культуриста, он уже не раз хотел застрелиться. Вспомните его последнюю Олимпию в 2006 году. Он прекрасно стоял на ногах и тренировался. Многие сходятся во мнении, что если бы тогда он взял пример с более удачливых и дальновидных коллег, перестав заниматься, сейчас прекрасно бы себя чувствовал. Но Рони другой. Тяжело найти более одержимого бодибилдингом человека, чем он. Иначе как объяснишь его одержимое выражение лица практически на всех видео и фото. Ему до сих пор нравится все это дело, невзирая на последствия. Чтобы вы понимали степень этого, в момент, когда он уже не мог приседать из-за операций, просто перешел на тяжелые жимы ногами, чтобы добить свои суставы. Только когда и жим ногами уже не смог делать, Рони практически перестал тренировать ноги. Не потому, что он пришел в себя, а просто физически уже не мог этого делать. У Рони есть и другие проблемы, вроде бурсита на локтях, но такие мелкие проблемы даже не замечаешь на фоне всего остального. Давайте посмотрим на его речь в 2021 году, когда Арни наградил его за вклад в развитие бодибилдинга. Он даже в конце заплакал и не смог закончить свой монолог. Но, конечно же, я благословлюсь. У меня отличная генетика. Я действительно много работал. Я действительно много потел и стекал кровью, выполняя эти приседания. Но я ни за что на свете не смог бы этого сделать без моей семьи. Моя мама приготовила всю мою еду, и это была лучшая еда в мире. Это не было похоже на диету, потому что еда была потрясающей. И она готовила ее практически каждый божий день. Там было много еды, потому что вы все знаете, что мы едим шесть раз в день, а иногда и семь. Тоже есть сестры. Они стоят прямо там. Помашите им рукой. Они также оказали огромную помощь. Я тренируюсь. Все это сделала моя сестра. И у меня есть еще одна сестра, которая тоже помогла мне. Каждый год мы проводили тренировочные выходные, на которые приходило около 25 человек. Мы называем это опытом Ронни Коулмана. И вся семья приняла участие в этом и помогла нам. Без них я бы ни за что не справился с тем, что я сделал. Так что я просто хочу подарить им много любви и поддержки, и пусть вы все знаете, что они также несут ответственность за то, что я выиграла 8 мисс Олимпиад. И последнее, но не менее важное. Я помню, когда я только начинал, я посещал Арнольд Классик с 1994 года. И до сих пор не пропустил ни одного мероприятия. Я перенес 8 операций. 3 операции на спине, 3 операции на шее, 3 операции на бедре. Я все еще здесь каждый божий год. Это одна из величайших наград, которые я когда-либо получу. Потому что я могу сказать, что возвращаюсь сюда каждый год, и вижу, как все эти великие чемпионы получают эту награду. И я такой, чувак, я хочу этого. Однажды я стану таким же. И вы все знаете, что я получаю величайшую награду в своей жизни. И я просто хочу сказать об этом вот так. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мне как любителю данного спорта по прошествию своего опыта тяжело смотреть на Ронни в таком состоянии. Очень смешанные вызывают эмоции человек, на роликах которого ты рос и мотивировался когда-то давно. А какие эмоции у вас вызывает Ронни Коулман? И стоило ли оно того? Напишите обязательно в комментариях, если в целом вам понравился данный обзор. Ваша активность помогает меня мотивировать регулярнее выпускать ролики. Обязательно подпишись на мой телеграм-канал с трэш-контентом, потому что здесь такого, во-первых, не покажешь. Во-вторых, там я выкладываю всякие актуальные новости с мини-разоблачающими материалами. А если тебе срочно понадобились деньги и завалялась лишняя квартирка, то ты можешь позвонить по этому номеру ниже и решить все свои вопросы оперативно. Даже если квартира обладает какими-то обременениями, в залоге или что-либо еще, это все решается просто. Быстрый выход на сделку, оплата сразу без каких-либо сложностей. Ну а с вами был Варгунин Дмитрий, если тебе понравился обзор, пиши фразу... Yeah, buddy! Lightweight!